Торжественное собрание с участием главы государства, посвященное 25-летию независимости страны, прошло в Астане. В зале областного русского драматического театра имени Погодина прямую трансляцию смотрели более 500 североказахстанцев. Президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству в следующем году повысить размер пенсии и единовременных пособий по рождению ребенка на 20%. Какие задачи поставил Ельбасе перед соотечественниками, расскажет Ольга Файзулина. В режиме онлайн-трансляции президент страны Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником. Глава государства поблагодарил тех, кто внес вклад в развитие Казахстана и зачитал два письма, пришедшие к нему с разницей в 25 лет. Их он получил от нашего земляка, жителя села Новонекольского Геннадия Зенченко. В 1991-м он писал, что даже в час испытаний уверен в Нурсултане Назарбаеве. Второе письмо от него же, он теперь герой труда, Казахстан и МГГР, пришло в начале этого года. Уважаемый Нурсултан Абедович, мы уверены, что вы сделаете наш Казахстан процветающим. Эту фразу я написал вам в своем письме ровно 25 лет назад, когда мы были в пекле 1990-х. И вот сегодня, в год 25-летия независимости, все наши мечты и чаяния вы воплотили в жизнь. Каждый из нас, казахстанцев, обязан вам. У меня свое фермерское хозяйство. Это моя жизнь, моя работа, мой успех, благополучие моей семьи. Нурсултан Назарбаев рассказал о семи глобальных триумфах независимости страны, которые отметили мировые эксперты. Первое и самое главное – создано государство, которого не было на карте, с современными вооруженными силами, правоохранительными органами. Второе – наша страна, по мнению экспертов, яркий пример экономического чуда. За годы независимости наша экономика выросла более чем 20 раз. С 1999 года по 2016 год наша экономика непрерывно каждый год растет. 17 лет из 25 – стабильный рост каждый год. По экспертным прогнозам, Казахстан и в ближайшие 10-20 лет будет входить в число стран-лидеров по росту экономики. Третье. В 90-е Казахстан ничего не экспортировал. Сейчас другим странам продается 2,5 тысячи наименований товаров. Четвертый триумф – это доверие к нашей стране богатейших компаний мира. С 1993 года, когда в Казахстане появилась своя национальная валюта – тенге, инвесторы вложили в экономику республики 265 миллиардов долларов. Пятый пункт – рост благосостояния народа. Работать над этим будут и дальше, пообещал президент. В ознаменовании нашего праздника 25-летия независимости я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Новость об этом североказахстанцы встретили аплодисментами. Последние два главных триумфа независимости, по словам президента, это реализация идеи евразийской интеграции и признание Казахстана лидером глобального антиядерного движения. Говорил Елбасы не только о прошлом, но и будущем страны. Обозначил перспективы на ближайшие 34 года. Североказахстанцы, следившие за онлайн-трансляцией в зале драмтеатра имени Погодина, отметили актуально слов президента и его дальновидность. Подведение итога 25-летней независимости нашего государства в отчете президента мы услышали о роли Ассамблеи народа Казахстана, что за 20 лет Ассамблея народа Казахстана выполняет свою функцию хорошо, что представители 130-летней под одной крышей мирное существование и об этом тоже он говорил. Нас как система профессионального образования очень радует и те перспективы, которые в свете и программы развития профессионального образования были отражены сегодня. То есть, что основная подготовка квалифицированных рабочих кадров на сегодняшний день, это является первостепенной в индустриализации нашей страны. Примером является и сама судьба рабочего президента нашей страны, что вдохновляет детей. Как и все, наверное, я порадовалась за то, что наш президент коснулся социальных вопросов и, знаете, перспективы нашего общества определил, задачи поставил на дальнейшее, вы знаете, это очень ценно. Ольга Файзулина, Жулбезбекер Муканов, Новости МТРК.